всем привет я рада вас приветствовать на своем канале и сегодня видео которое хочу для вас снять будет посвящено одной работе которую я завершила я не так часто снимаю видео именно по одной работе но мне показалось что этот сэмплер достоин того чтобы я ему посвятила отдельное видео потому что эта работа которая была со мной в течение всего года и здесь есть о чем рассказать и о самом сюжете о сэмплере об основе о нитках мне кажется что будет лучше если будет отдельное видео чем рассказ внутри будни или внутри итогов месяца и так это сэмплер который называется little things сэмплер дизайнер ванны ленская группа stitches through the years конечно же ссылку на дизайнера я оставлю в инфобоксе под видео это первый сэмплер который я вышла от данного дизайнера у ланы очень много разных сюжетов в таком стиле и это был первый сэмплер который когда он вышел он меня поразил настолько что мне захотелось сразу купить схему и запланировать эту работу в свою ротацию прежде всего мне понравилось синяя цветовая гамма и акценты которые здесь расставлена именно синим цветом и понравились элементы которые будто бы на работе вот светятся эти вот цветочки они выполняются сатиновым стежком и они на основе провод как будто бы ярко 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 светится вот эти два эффекта привлекли мое внимание и я сейчас их повторяю потому что это как раз те элементы которые мне хотелось сохранить когда я выбирала основу для вышивания и подбирала нитки значит по ключу дизайнерам предложено два варианта ниток либо нитками ручного окрашивания это и классе color works и джентл арт и в xd works и второй ключ дан в димси этот центр мы в свое время решили вышивать вместе с моей подружкой мариной и так получилось что мы не сговариваясь выбрали разные ключи то есть я решила вышивать нитка ручного окрашивания а марина в нитках димси и я сейчас буду на экран добавлять фотографии потому что как раз так совпало что к моменту когда мы собрались вышивать этот сэмплер мы встретились и провели вместе целый день и как раз договорились взять нитки из двух ключей и сравнить и оказалось это сравнение очень очень интересно мы складывали по символам нитки из одной палитры из другой и смотрели они такие же или они чем-то отличаются и оказалось что эти два ключа дают немного разные палитры то есть одна такая более интенсивно синяя а вторая поспокойней и вот на фотографии ну если вы заходите там более подробно посмотреть вы можете поставить на паузу просматривать эти палитры и я как раз в тот момент обратила внимание на то что в моем ключе в виде в ключе который я выбрала не так ручного окрашивания нитки более светлые и более бледные и я поняла что мне при вышивании каждого элемента нужно будет проверять хочу ли я его видеть именно таким или мне нужно что-то менять в качестве основы для этого сэмплера я брала не ту основу которую рекомендовал она но по моему я когда посмотрела наличие этой ткани который она предлагала енде не было в наличии я решила не ждать и сильно этим вопросом не заморачиваться я просто поискала на 1230 что основу который мне казалось мне подойдет по оттенку по своей фактуре и по сказать ну вот этому оттенку теплые холодные вот я выбрала основы когда ее получила и приложила нитки из гаммы то я поняла что да это правильный выбор и все у меня будет хорошо кому интересно основу которую я выбрала это ну так вот я вам сделаю то есть это прям ценник которыми я был из магазина то есть у меня этот свайгард 40 каунт кантри мока ньюкасл лен по техникам весь сэмплер вышивается крестом и поскольку мне был 40 каунта я вышивала крестом в одну нить единственное что здесь есть отличие в том что практически все элементы вышиваются через две нити основы но тексты эти все буквы вышиваются через одну нить основы и и наверное сейчас сразу покажу поближе но еще в конце видео обязательно покажу весь сэмплер поближе то есть вот видите у меня был крест в одну нить через две нити основы буковки вышивались через одну нить это было вообще очень интересно потому что знаете вот они по своему ощущению на ощупь они получаются такие плотненькие объемные и вот как раз те кто любят вышивку трогать руками знаете вот я могу вам сказать что очень интересное ощущение потому что крестики обычные помягче получается вот эти прям такие плотные плотные и буквы объемные и вторая интересность этого сэмплера в том что часть элементов вышиваются сатиновым стежком значит вот здесь вот например вот этот ряд вышивается таким образом просто обычный сатиновый стежок просто он создает вот такой узор и разные бутончики цветов в корзине вот фрукты тоже вышиваются сатиновым стежком интересно такой эффект получается здесь нету бека нету больше никаких хитрых моментов при этом центр получается вот такой красивый ниточки у меня были организованы на своих же бумажках просто я их разложила в порядке возрастания номеров и делала такое колечко и все таким образом я вышивала я помню что я покупала нитки по ключу там была рекомендация по моточкам но видимо там было запасом и для разных каунтов поскольку я вышивала в одну нить то у меня вот такие большие остатки то есть это у меня было по к в одному сюда навешано и мне вот такие огромные остатки после этого сэмплера и еще остался запас этих скорее всего надо было покупать два ни один вообще не значит это тоже я не начинала теперь то что касается замены по заменам у меня здесь была замена номера джентл арт 7024 тин бакет сейчас я покажу вам этот цвет вот у меня он был вот такой серенький а поскольку я хотела от сэмплера более синих оттенков то я вышивала не этим оттенком а я взяла тот который был дан ему в пару включить dmc 3768 ну вот видно да что один откровенно серый а 2 с такой синим оттенком и это соответственно были вот эти элементы в цветах и точно помню то возможно корзина цветы и и вот здесь вот в рамке тоже эти оттенки более синий также у меня была замена внизу то есть вот этот прямоугольник по ключу зашивается джентл от blackboard практически черный и синий черная нитка на мой взгляд она здесь была агрессивно темная она бы добавила какой-то ну не траурности но она будет и жалил этот сэмплер второй вариант у меня был это парный цвет включая dmc вот этот 924 сюда он тоже темный синий но мне он тоже не понравился потому что тогда он бы сливался с остальными элементами он бы не добавил какой-то изюминки и фишки этому сэмплеру а мне как раз хотелось вот синего оттенка который я увидела на фотографии которая была в анонсе когда вышла эта схема понятно что там фотография обработанная возможно добавлена какая-то насыщенность яркость что там фотошопе значит сделаны для красоты фотографии вот мне тогда понравился вот этот вот элемент внизу и он был как раз такого ярко-ярко синего цвета я начала искать дальше и выход нашелся вот с этим цветом нитки dmc 3750 на бобинке он смотрится так ярко но когда я его попробовала вышивать на основе вы видите как благородно он сюда встроился он как раздал вот этот синий насыщенный оттенок который мне нравился на той фотографии и не выделяется так ярко как он смотрелся на бобинке розин так благородно и еще у меня здесь получился интересный эффект от того что видимо сама основа неравномерная и плюс я вышивала неравномерно то есть я могла крестики закрывать сразу могла по рядам я специально так делала и у меня немного тоже вот здесь вот появились как будто бы переходы такой хороший эффект мне нравится то есть не сплошной цвет у меня получился такие замены были сделаны и еще я себе делала пометку которой хочется рассказать что в ключе в xd works есть номер 1124 то есть у меня практически все вышивала с нитками ручного окрашивания но внутри ключа на что меня были два разных значка которые обозначали вот этого x 1124 и был еще день си 422 мне раз под рукой его нету но во время вышивания я обратила внимание что у меня абсолютно нет разницы между тем где я вышивала в иксом где вышивала dmc вот так что при желании можно вышивать все одним цветом разница не будет никакой значит по схеме что хочу сказать схему предоставляется в двух вариантах это бумага и сага я вышивала по саге в бумажном варианте дана очень подробная инструкция по поводу вообще того как вышивала данный дизайн даны пояснительные картинки как вышивать сатиновым стежком элементы также дополнительно дана схема алфавита потому что здесь помимо того текста который в самом сэмплере еще действуют внизу фраза по поводу того кто и в каком году вышел этот сэмплер здесь чтобы написать свое имя нужен алфавит он здесь дан для того чтобы написать год тоже могут понадобиться разные цифры они здесь даны в ключе и вот здесь вот вышиваются как бы инициалы того кто вышел данный сэмплер и в этих больших буквах тоже дан полный алфавит для того чтобы не было вопросов потому как эти буквы вышивать по сюжету могу сказать что конечно это очень интересный для меня сэмплер потому что в нем есть с одной стороны определенная симметрия что мне нравится с другой стороны есть просто такие элементы до виде разделения по рядам я как раз за это сэмплеры и люблю что когда берешь в работу здесь есть места где кропотливо можно повышевать ну например вот дерево с листьями частая смена нитки нужно постоянно аккуратно закреплять вышивать опять закреплять но с другой стороны есть элементы очень простые когда устаешь после работы хочется повышевать но не хочется сильно разбираться со схемой то можно перескочить и монотонно повышевать какие-то элементы ну например да вот эти вот ряды сатиновым стежком потому что достаточно один раз понять логику как вышивается дальше просто повторять вот эти вот элементы тоже все достаточно просто забор тоже запоминаешь там сколько крестиков и без счета вышиваешь у меня в процессе вышивания возникло несколько небольших ошибок и я решила их не исправлять потому что я подумал что раз так получилось вот это будет значит такой маленький момент сэмплера которые я буду отличать то есть это мой сэмплер или это не мой сэмплер в частности когда я вышивала правое дерево я вышила здесь лишний листик его здесь не должно быть вот этот вот у меня его слева не будет а справа будет ну кто-то может сказать что либо мне нужно было этот распороть или либо здесь до до выше другой как я уже сказала я в сэмплерах допускаю то есть когда у меня какая-то ошибка некритичная происходит то я оставляю как есть то есть такая индивидуализация моего собственного сэмплера еще у меня есть лишний крестик вот в этом цветочке этого не видно но там получились по-другому оформились крайний элемент этого цветка так и вроде все да конечно этот сэмплер он очень добрый и теплый потому что здесь нужно вчитываться в слова я знаю что есть дискуссии на тему того на каком языке вышивать слова на сэмплерах я могу высказать свою точку зрения значит я абсолютно одинаково нормально считываю и английские тексты и русские тексты сэмплеров потому что английский язык он вокруг меня я работаю в зарубежной компании мы через одно пишем письма на русском и на английском языке на звонках тоже мне могут позвонить русскоговорящие коллеги и англоговорящие коллеги и для меня считывание английских слов не составляет труда поэтому когда я беру допустим вот сэмплер с английским текстом я понимаю что либо мне вышить как задумано либо мне заняться каким-то переводом потом подбирать алфавит просчитывать войдет ли у меня определенный текст в заданное пространство и я понимаю что зачем зачем мне эти сложности когда я и так сочетаю этот текст хорошо сэмплер я вышиваю для себя для своего удовольствия и я в этот момент не хочу тратить время на то чтобы вот это вот что-то переводить и что-то просчитывать менять схеме то есть мне это не нужно и по поводу того текста который отражен в этом сэмплере а я вам расскажу то что ну я пока мог не все знать английский язык может кто-то учил немецкий здесь вот это вот сверху стихотворения дизайнер сама дает перевод вольно этого стихотворения я вам сейчас его прочитаю маленькие капли воды мелкие песчинки сотворят могущественный океан и прекрасную землю маленькие дела доброты маленькие слова любви сделают нашу землю внизу как небеса наверху ну то есть если совсем вольно говорить да что из маленькой капли воды складывается огромный океан из маленькой песчинки получается прекрасная земля и маленькие слова и маленькие дела доброты могут сделать нашу землю здесь как рай на небесах и тут совсем такая вольная трактовка следующий блок говорит нам о том что ищите красоту и счастье в простых вещах и мне кажется это настолько добрые актуальные всегда слова и я очень рада что в этом сэмплере объединились две вещи это и моя любимая цветовая гамма вот синими оттенками и такие прекрасные добрые слова о которых действительно нужно помнить всегда и это очень отзывается лично мне внутри потому что я как раз придерживаюсь того что нужно радоваться каждому дню радоваться каждой минуте которую мы сейчас проживаем стараться искать хорошее в каждом моменте и не устою повторять фразу которая там наверно семь лет назад пришла мне на ум и она может но не не скажу там громко то что ли эти девизом по жизни но просто я всегда стараюсь ее помнить до что когда вы идете на работать как минимум две хорошие новости у вас есть работа и вы можете идти и как раз вот эти слова они напоминают о том что в любом можно найти хорошие вообще в любом нужно просто стараться искать либо это хорошее самим делать такая минутка эмоциональной лирики и давайте вернемся к самому сэмплеру сейчас было бы уместно вам показать его поближе сейчас просто соберу стопочку бумаг чтобы подложить было удобнее показывать просто расскажу то как я вышивала значит вот начнем сверху вниз получается у нас есть эта рамка вокруг всего сэмплера она вышивается достаточно просто сначала я вышивала основные контуры контуры листьев и потом уже внутри все заполняла следующий элемент тоже это вот обычная рамка прямоугольная далее у нас идет ряд с цветочками здесь уже начинается интересности потому что то они вышиваются разными цветами не так внутри ночь зашивать сатиновым стежком следующий ряд тоже выполняется сатиновым стежком здесь два цвета но благодаря тому что вот так вот делаются орнаменты получается очень очень интересный эффект следующий элемент это текст про который я уже рассказывала швачьи через одну нить основы далее повторяются элементы и сейчас поправлю значит и следующий ряд выполняется крестиками двух цветов то есть получается здесь вышивается какой-то из шести крестиков треугольничек повторяется 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 и в другим цветом вышивается оставшееся пространство благодаря тому что у меня были нитки ручного окрашивания не с переходами у меня таким образом здесь как будто бы еще есть дополнительные цвета на самом деле это вышивается просто двумя цветами и достаточно быстро дальше у меня началась уже такая интересная стадия вышивания сэмплера когда у меня здесь начали добавляться корзины не очень радости корзины такие красивые цветы следующий ряд у меня уже был особенно приятен потому что здесь помимо коричневых и синих оттенков еще добавились розовые и совсем уже весна можно сказать началась вот на этом этапе когда здесь и розовые цветы и птички и деревья забор то есть вот такое развитие сюжета активное здесь было тоже все вот вышивается крестиком и сатиновым стежком далее снова ряд сатиновым стежком причем знать вот интересно видите здесь нитка она прям блестит хотя это не шелк это хлопок что-то он так сатиновым стежке укладывается и взаимодействуя с основой так блестит очень красиво ну и далее надпись и прямоугольник наверное вот эта нижняя часть с прямоугольником кому-то может показаться очень сложной потому что после того как я вышила все элементы внизу мне осталось вышивая только синим оттенком и здесь 4600 крестиков которые ушиваются одним цветом я люблю вышивать одним цветом потому что можно не смотреть схему можно очень быстро вышивать получать очень быстро результат и я это люблю но даже я не то чтобы подустала ну знаете ну надоело я вышивала по моему три или четыре вечера но мне откровенно уже надоело но поскольку это был последний элемент и я знала что у меня вот-вот будет финиш то конечно я продолжала вышивать у меня играл параллельно сериал там я старалась побыстрее вышивать на то есть просто уже поскольку на 40 каковом каунте привыкла вышивать то есть у меня уже рука достаточно быстро вышивала эти крестики глаза хорошо замечали переплетение основы это мне прям надоело мне приходилось вставать делать зарядку какую-то разминку чуть-чуть извлекаться возвращаться я не представляю конечно как это будет для тех кто вообще не любит монотонно зашивать одним цветом поэтому если вам этот семплер нравится но вы не любите зашивку одним цветом там подумайте может быть вам не нужно оставлять этот элемент на последний этап как это сделала я может быть вам нужно как-то чередовать то что чем сэмплер это хорошая да что можно перескакивать можно повышивать какой-то элемент можно повышивать ряд как я говорила если хочется отдохнуть можно вообще вышивать эту вертикальную линию здесь много много крестиков я за это и полюбила сэмплеры что они хороши при любом настроении на вышивку там уставшие не уставшие хочется кропотливо повышевать или наоборот бездумно просто вышивать крестики вот я за это сэмплеры когда-то и полюбила и поэтому я их и стараюсь вышивать имея хотя бы один сэмплер своей ротации вот для меня это такие отдыхалочки наверно вот вроде бы я вам все рассказала что я хотела рассказать по этой работе она у меня была распределена на весь год я себе ставила задачу вышивать по 2000 крестиков в в течение года да я не сказала про объем этой работы по саги в этой работе 29750 крестиков без малого 30000 и когда я начинала работать я распределила что я буду вышивать по 2000 крестиков каждый месяц у меня это получалось 24000 не помню куда 6000 по моему я это запланировал когда у меня уже было что-то выше то в сэмплере а я вспомнила потому что я начинала его в ноябре то есть я предполагала до конца года активно повышевать и в течение 22 года уже вышивать по 2000 крестиков каждый месяц в принципе у меня по плану этот сэмплер так и вышивался но потом возникла пауза когда я просто не брала его в руки и и тогда мне понадобилось поменять норму чтобы все-таки догнать и выполнить тот план который я поставила и на вот последние месяцы года я поставила уже план по 4000 крестиков вышивать но вот в тот момент когда я зашла вот в этот интересный этап здесь все активно повышевала мне осталось совсем немного я уже не смогла остановиться и просто принялась за активный отшив чтобы эту работу завершить такая история сэмплера да теперь точно это все о чем я вам хотел рассказать про данную работу она легкая она красивая она интересная она хорошей цветовой гамме с одной стороны спокойно с другой стороны яркая все я безумно довольна тому что у меня эта работа завершилась она принесла мне массу положительных эмоций впечатлений и часов в моем хобби если у вас есть какие-то вопросы по поводу этой работы вы задавайте пожалуйста в комментариях под видео я помогу чем смогу напомню что ссылку где можно приобрести эту схему я добавлю в инфобокс под видео все на этом я завершаю данное видео я желаю вам хорошего настроения удачи успеха в том чем вы занимаетесь пока пока у 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 Продолжение следует...